МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Тревожная ночь в Самаре. Звонки о заминировании сразу семи торговых центров поступили на пульты дежурных. Есть чем крыть. Проспект Металлургов отремонтировали большими картами. Тольяттинские гандболистки сыграют за национальную сборную, а самарские футболисты продолжают борьбу за Кубок России. Тревожная ночь в Самаре. Накануне вечером полицейские оцепили ряд крупных торгово-развлекательных центров. На пульты силовых ведомств стали поступать звонки о заминировании. В зону телефонной атаки попали Опера, Маяк, Виволэнд, Русь на Волге, Уазис, Аврора и Паркхаус. Посетители эвакуировали и отвели на безопасные расстояния. Многие остались недовольны прерванным киносеансом. На прилегающих улицах перекрыли движение. На место прибыли взрывотехники. Но сообщения оказались ложными. Сейчас правоохранители устанавливают и личности звонивших, которым грозит уголовная ответственность. От более подробных официальных комментариев силовики пока воздерживаются. Ранее подобные сообщения о заложенных бомбах в различных зданиях были зафиксированы в других городах России. Эксперты сочли, что эти ЧП по всем признакам похожи на кибертерроризм. Итоги четырехлетней акции гражданины полиции обсудили сегодня ее организаторы. На протяжении всего времени проведения кампании сотрудники МВД и общественники охватили проверкой на предмет безопасности все районы Самарской области, отделы и подразделения полиции, в том числе в сельских районах. В ходе акции были отмечены как положительные, так и негативные стороны работы, а также недочеты, которые планируют исправить в ближайшее время. Так, например, специальные кнопки вызова полиции зарекомендовали себя хорошо. Но, как выяснилось, не все граждане знакомы со своими участковыми. Необходимо привести комплекс мероприятий по размещению информации о наших участковых. Те люди, у которых есть проблемы с законом, они и так знают, где этот участковый находится, они знают его сотовый телефон, знают его вес и рост, как говорится, они все о нем знают. Но не дай бог, когда помощь правоохранителя потребуется человеку, который никогда раньше не сталкивался с системой СЭП. И у него эта информация должна быть в шаговой доступности. В шаговой. Он должен сразу найти эту информацию. Асфальтные карты на карте города. Самарский проспект Металлургов отремонтирует по федеральной программе безопасные и качественные дороги. Работы начались в середине августа. Ремонт проводят ночью, чтобы не создавать помех движению. На ночную дорогу вышел Андрей Горгуленко. Первые осенние ночи оправдывают свое название. Каждая следующая все прохладнее. Но есть в Самаре улицы, где по-прежнему жарко. Там, где ремонтируют дороги. Теплом делится асфальтобетонная смесь, а температура 150 градусов по Цельсию. Проспект Металлургов ремонтируют картами по федеральной программе безопасные и качественные дороги. Прежде чем укладывать горячую смесь, улицу выравнивают, срезая старый верхний слой дороги. Очищают ее от мусора, камней и пыли. Только потом асфальтоплачек и катки выезжают на свое рабочее место. За ночь дорожники укладывают 800 тонн асфальта. Этого хватает, чтобы покрыть площадь в 5000 квадратных метров. Как мы знаем, проспект Металлургов был не в очень хорошем состоянии, поэтому было принято решение провести ремонт картами свыше 100 погонных метров. Был снят верхний слой асфальта, это 4 сантиметра. И сейчас кладется слой асфальтобетона B1 толщиной 5 сантиметров. Новым асфальтом покроется участок между улицами Алматинская и Каховская. Общая площадь 31 тысяча квадратных метров. Дорожники также отремонтируют люки, колодцы и ливневки. Работы на всех этапах контролируются специалистами МБУ «Дорожное хозяйство». На данном этапе работы нас контролирует департамент благоустройства города Самары. Осуществляет контроль температуры, смеси, как бы визуально контролирует смесь. Ну и в целом нас. На участке работают 30 дорожников и 20 единиц спецтехники. Ремонт картами на проспекте Металлургов обещают завершить к концу сентября. Гарантийный срок службы нового асфальта – 2 года. Всего в этом году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Самаре отремонтируют свыше 40 улиц, а в следующем еще около 20. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Концепцию строительства новой набережной в Тольятти обсудили во время рабочей встречи губернатор Самарской области Николай Меркушкин и глава автограда Сергей Анташев. По проекту на площади длиной в 4 километра и шириной в 100 метров будут располагаться пляжные и пешеходные зоны, велодорожки, детские игровые зоны, кафе и рестораны, а также три амфитеатра, один из них на 400 мест. Декорациями в них будут служить и вид на Волгу и Жигулевские горы. Скоро проект обсудят с тольяттинцами и проведут общественные слушания. Мы наконец-то выходим. Я считаю, главный проект во всей программе автоваза. Программа по 50-летию автоваза. Проект мы планируем, что сделаем до 1 марта будет уже проект. Берег укрепления на шоу? Берег укрепления. Сплошное? Да, сплошное. Берег укрепления сплошное. Притом трубный шпон. Далее коротко о других событиях дня. Более 500 спецназовцев подняты по тревоге. Под Самарой начались учения солдат и офицеров Центрального военного округа. Подразделения сейчас совершают многокилометровые марши на штатные военные техники. Действие развернется у села Новая Бинарадка. Спецназовцы отрабатывают навыки по освобождению заложников, эвакуации мирных жителей с верхних этажей, транспортировке раненых, штурму и разминированию зданий. За учениями будут наблюдать офицеры Генерального штаба и Академии Вооруженных сил Узбекистана, которые накануне прибыли в Самарскую область для ознакомления с опытом подготовки российского спецназа. В среду в 0 часов 17 минут по московскому времени самарская ракета-носитель «Союз-ФГ», изготовленная на РКЦ «Прогресс», вывела на орбиту космический корабль. На борту «Союз-МС-06» члены длительной экспедиции МКС, космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и астронавты НАСА Марк Ван Де Хай и Джозеф Акаба. Ракета-носитель, прошедшая трехступенчатый контроль качества, отработала без замечаний. Данный старт стал третьим запуском пилотируемого корабля в 2017 году. Анестезиолог частной клиники, которого обвиняют в изнасиловании пациентки, заявил, что не считает себя виновным, но сообщает, что направляется оформлять явку с повинной. Видео с его комментарием опубликовал РЕН-ТВ. По словам врача, уже после подачи заявления он встречался с пациенткой. Женщина высказалась в духе, что готова его простить. Напомним, по версии следствия, 2 августа 58-летний подозреваемый на рабочем месте изнасиловал 36-летнюю пациентку, находившуюся под общим наркозом после операции. Когда женщина вышла из наркоза, она сразу обратилась к специалисту, который зафиксировал факт надругательства. Самарский блогер вновь запустил свой квадрокоптер в небо и уже в 39-й раз снял строительство стадиона Самара-Арена. Судя по видео, работы на объекте ведут с ударными темпами. Строители, количество которых заметно увеличилось, продолжают монтировать кровлю купола. Так, покрытие установлено уже более чем в 10 лепестках купола. Параллельно с этим ведутся работы по обустройству прилегающей территории. Пешеходную зону вокруг стадиона мастят плиткой, а на подъездах к нему укладывают асфальт. В президентский полк отправится служить 15 самарцев. Со вторника по четверг в Самаре идет набор призывников, краснодоменной ордена Октябрьской революции полк. Они будут охранять с первых лиц государства и кремлевские ценности, а также стоять в почетных караулах и нести службу у вечного огня на могиле неизвестного солдата и возле Кремлевской стены. В элитные подразделения хотят попасть уже 38 кандидатов, но из Самарской области туда отправится служить всего 15 человек. Кто именно станет известно после окончательного отбора, сообщает военный комиссариат Самарской области. Стал известен порядок продажи билетов на чемпионат мира 2018 в России. Официальный сайт FIFA сообщает, что первый период продаж продлится с 14 сентября по 12 октября текущего года. В это время любители футбола смогут подать заявки на приобретение билетов. Затем с 16 по 28 ноября билеты будут продаваться в порядке живой очереди. После официальной жеребьевки чемпионата мира, который состоится 1 декабря, будет открыт второй этап продаж. И еще одна возможность приобрести билеты на матче появится у болельщиков в так называемый «последний момент». Этот этап начнется 18 апреля и завершится 15 июля. Напомним, что чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля следующего года. Тольяттинские гандболистки сыграют за национальную сборную, а самарские футболисты продолжают борьбу за Кубок России. Что еще интересного происходит в спортивной жизни региона, расскажет Сергей Кизоркин. Баскетклуб «Самара» провел заключительный контрольный матч на тренировочном сборе в Латвии. Соперник Лиепая – шестая команда чемпионата Прибалтийской республики. Первая половина матча прошла в равной борьбе. Преимущество «Самары» составило всего три очка. Но уже к середине третьего периода волжане серьезно оторвались от соперника – 65-49. Затем заиграли в удовольствие и, поймав кураж, разгромили Лиепая – 103-61. А вот в международном турнире «Локкап», где выступали сильнейшие клубы Прибалтики и Единой лиги, «Самара» заняла только пятое место. Крылья Советов параллельно с Футбольной национальной лигой продолжают борьбу за Кубок России. Матч 1-16 финала пройдет в Самаре 21 сентября. Начало на «Металлурге» в 19.30. Соперник – локомотив из Премьер-лиги. Победитель поединка в следующем раунде встретится с победителем пары Оренбург-Рубин. Матчи 1-8 финала Кубка России состоятся 25 или 26 октября. Три гандболистки «Лады» попали в сборную страны. Полина Ведехина, Дарья Дмитриева и Елена Уткина сыграют в двух стартовых матчах квалификационного группового турнира «Чемпионат Европы». Но сначала команда Евгения Трефилова проведет три товарищеских матча против Южной Кореи. А первый поединок отборочного цикла чемпионата Европы состоится в Москве 28 сентября. Соперник России – Португалия. Затем команду ждет 30 сентября Австрия. Финал турнира в декабре 2018 года примет Франция. А вот какие материалы сейчас готовят к эфиру наши корреспонденты. Долгожданные квадратные метры. 65 сирот получили квартиры с чистовой отделкой в новостроенной Советской Армии. В России ожидается рост зарплат. В Министерстве экономического развития прогнозируют повышение на 10%. Сам себе хореограф, работник ТТУ, прошел первый этап в шоу федерального канала «Танцы». На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 14 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттер, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова